Дорогие друзья, я рад возможности отправить вам вот эти несколько книг. Ну, вам тем, чьи комментарии, ну, запомнились, ну, несколько больше, скажем так. Причем один из них, из этих комментариев, стал попросту мемом нашей съемочной группы. Раньше я всегда ждал пятницы, а теперь четверга. А теперь книги, и мои тоже. Можно не только читать, а можно и слушать, что, скажем прямо, так важно в этих бесконечных пробках, пожирающих наше время. Может быть, будет какая-то польза слушать книги. Сразу после большевистского переворота, когда началось бегство из России, интеллигенции, то это касалось совсем не всей интеллигенции. Часть совершенно сознательно осталась, и впоследствии большевикам придется высылать эту часть из страны вот этими философскими пароходами знаменитыми, на которых будут выброшены из страны, ну, ее великая духовная сила, знаменитые философы. Но часть, повторяю, сумела остаться. И один из них, знаменитый горный инженер Пальчинский, он напишет «Мое место здесь и только здесь». С того момента, когда большевики начали заниматься созидательной работой, мы должны помогать им для того, чтобы сохранить культурное и хозяйственное наследие страны. Ну, это было для него-то довольно смелое заявление, учитывая всю дальнейшую биографию, которая немножко похожа на фарс. Дело в том, что вот тяга Пальчинского помогать совсем как-то не была понята всеми большевиками. Вот та непонятая часть отправила его в ЧК и потом в тюрьму. А вот та понятая, она и превратила его существование в фарс, потому что, находясь в тюрьме, он имел мандат. Это был мандат главы Гуэрло Карпинского, знаменитого большевика. Согласно этому мандату, его были обязаны отпускать куда? На заседание комиссии Гуэрло. Он был официальный эксперт этой комиссии, и без него вот эти заседания не могли состояться. Поэтому в определенное время, когда, видимо, все заключенные имели право на прогулку, у него была другая прогулка, его отправляли на комиссию, где он помогал создавать эту мечту Владимира Ильича, всеобщую электрификацию всей нашей необъятной страны, находившейся тогда в глубокой тьме. Чтобы закончить его тему, ну, после февральской революции он был на высоких должностях во временном правительстве. Кстати, во время захвата Зимнего дворца, комендантом этого дворца, и был Пальчинский. Благодаря умелой сдаче Зимнего дворца ему удалось как-то, чтобы дворец уцелел от этой ярости красногвардейцев, матросни, только не ярости даже сказать точнее, а грабежа, которым подвергся этот несчастный дворец. Ну, в дальнейшем, когда Иосиф Виссарионович начнёт руководить уже нашей страной, вот с 1925 года практически он становится уже во главе, ну, начались эти знаменитые процессы, изобретённые нашим великим вождём. То есть, интеллигенцию начали отправлять в тюрьмы, искать вредителей. Вредители были вот они, в разных областях хозяйственной деятельности. Ну, они не все понимали, что надо сознаваться в том, что ты не делал, что это очень полезно для мировой революции. Некоторые так и не поняли и упорствовали. Ну, в отличие, там, предположим, от изобретателя, знаменитого Рамзина, который сразу всё понял, во всём сознался в том, что он возглавлял правительство, в котором оказалось, был и правительство за границей, в котором был и Рябушинский, правда, там несоответственно оказалось, что Рябушинский давно умер, но это не помешало ему быть в его правительстве, и впоследствии будет прощён и займёт высокие должности, по-моему, будет чуть ли не директором МВТУ имени Баумана. А вот Пальчинский, он был, как бы сказал наш классик Булгаков, искренний человек, очень искренний. Он никак не хотел смириться с тем, что он вредитель. Ну, в результате он не мог, выставлен был на вот тот, на те процессы, они были, как вы знаете, публичными, эти процессы. И для того, чтобы на Западе поняли про этих жутких вредителей, и народ, главное, понял, что жили бы мы хорошо, если бы вот не вредители. И в результате пришлось его, да, расстрелять. Ну, ни одного его, а скольких. Так что его фраза, что те, кого большевики не успели расстрелять, должны помогать им в созидательной деятельности, ну, станет немножко правительской. Его успели, но был, была совершенно другая и удивительная судьба. В Россию в 20-х годах приехал знаменитый фантаст, писатель, великий Керберт Уэльс. Приехал он для того, чтобы встретиться, как он считал, с другим фантастом, так он представлял вождя нашей революции Владимира Ильича Ленина. Ну, книгу о встрече с этим фантастом он написал под названием «Россия в омгле». Дело в том, что, ну, одно из главных содержаний, главное, наверное, этой книги, это план Гуэрло, который должен был осветить Россию и который и придумал этот, как он его назвал, кремлёвский мечтатель Ленин. Ну, он, Ленин ему показался невероятно интересным, правда, в его мечты он не очень верил. Кроме Ленина, он посетил ещё одну звезду, которая должна была, как он писал, осветить вообще весь мир тогда. это был знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов. Ну, биография была, конечно, фантастическая, фантастическая тоже. Для фантаста Уэльса особенно интересно была, потому что, ну, Павлов естественный из семьи священника, потому что все разночинцы, благодаря которым потом и будет революция, все они, весь этот класс, который, как они потом сами заявляли, пришёл на смену дворянству, чтобы, ну, и быть главным в движении России, в истории России, вот он оттуда, семья священников, бедных священников, и мать тоже оттуда, из этого сословия. Семья была огромная, ну, многие умерли, дети, а он выжил крепкий, хотя у него было трудное в детстве, он упал, ударился, потом его крёстный отец взял в монастырь и практически лечил физикой, то есть лечил нагрузками, лечил здоровым образом жизни, впоследствии вот на этом здоровом образе жизни, но это будет основа жизни великого учёного Павлова. А дальше путь. Кончил училище, кончил духовную семинарию, в отличие от одного нашего бессмертного вождя, он её закончил, и вот в это время его, вот Владимир Ильича Ленина, другого вождя, перепахала книга Чернышевского, «Что делать?». Его тоже перепахало сочинение, но это было сочинение великого Сеченова, и он начинает свой удивительный путь, путь величайшей звезды, величайшего учёного в физиологии. Вся наука о высшей нервной деятельности человека, а человек – это разум, это высшая нервная деятельность, будет создана вот этим Иваном Петровичем Павловым. Ещё царской России он стал мировой звездой, действительно. Он получил первую Нобелевскую премию, получил не Лев Николаевич Толстой, которого так упорно представляли, нет, Павлов стал первым, он стал этот бывший сын священника нищего, и, ну, как положено, статским советником, он стал, получил потомственное дворянство и встретил революцию, приближаясь к 70-ти. Встретил её крайне неодобрительно, крайне неодобрительно. Ну, вот это, когда я говорю, сразу где-то за мной становится фильм, известнейший в 47-м году фильм «Иван Павлов», где будет рассказано, с каким восторгом он, в общем-то, принял эту революцию, и как он сразу, как он начал это всё понимать, и как за ним охотились все знаменитые Академии мира. Ну, дело в том, что в начале Павлов и революция, они не очень поняли друг друга, как и революция, и все другие учёные. Дело в том, что все золотые медали, которые он получил в этих бесчисленных во время своих поездок и всех этих научных свершений от ряда Академий мира, были конфискованы матросом, который пришёл проверить житие этого бездельника. Дело в том, что учёные некоторое время не получали вообще никаких пайков, потому что было известно, что они не занимаются нужной трудовой деятельностью. Уэльс, который навестил вот эту бессмертную звезду, был потрясён мешком полузгнившей картошки, который лежал в углу и являлся вот необходимой, мешок был необходим для пропитания Нобелевского лауреата. Ну, до Ильича дошло. Он понял, что у него находится, ну, удивительное сокровище для будущего его государства. В это время уже и у Ильича появился этот мираж 21-го года, новая экономическая политика, появились новые цели, и тут фантаст, который беседовал с ним, преклонялся перед этим учёным, и Ильич понял, что в будущем государстве рабочих и крестьян это будет вот этот монок, потому что этот человек как бы есть монок для всех знаменитых физиологов мира, для всех учёных. И дальше посыпался дождь благодеяний. Страшно сказать, был назначен учёному двойной академический паёк. Сказать, что там была даже икра, ну, просто мне очень трудно, потому что все другие учёные в это время были объявлены просто бездельниками. И вот этот список, он остался, и там даже папиросы, чтобы учёный мог курить. Дело в том, что Павлов не просто не курил, а мы помним с вами об этом здоровом образе жизни, в который входили городки, езда на велосипеде и стремительные пешие прогулки. И он от этого пайка отказался, сказав, что он не может есть, зная, как голодают коллеги. Кроме того, у него нету даже лаборатория. Всё, лаборатория появилась, новый институт открыли, все хоть, наконец, поняли, что учёные все не бездельники. И Павлов, ему для опытов нужны были собаки, а собаки почему-то кушают, что очень не приветствовалось в голодном большевистском раю, в котором и жил, не зная, что живёт в раю Павлов. Учёные получили тоже пайки, не столь, может быть, роскошные, но вполне. А собаки получили еду, что было очень важно, еду хорошую, потому что надо было, ну, должны были быть эти опыты над собаками, а собаки должны быть здоровы и веселы для этих опытов, чтобы потом понять то, что свершал Павлов с собаками, раскрывало, ну, человеческую плоть и человеческие рефлексы. Впоследствии Павлов поставит памятник собакам. Это будет не просто памятник, это будет фонтан, который, там будет вот этот пёс. Я посетил этот памятник, когда ещё фонтан был, потом мне сказали, что фонтан заглох, но надписи, надписи остались, там перечислено всё, что сделали собаки для человечества, для человека. и Павлов сказал, что он выполнил свой долг перед собаками, поставив им памятник. Сам Павлов любил кошек. Теперь о счастливой личной жизни учёного. Он женился, его жена Серафима, которую он звал Сара, она родилась в семье военно-морского врача. Понятно, что она была передовой и посещала все вот эти женские курсы. Она всё знала и про Достоевского, и про Чернышевского, и про Добролюбова, и Белинского, всё знала. Но, выйдя замуж за нашего учёного, она посвятила себя в семье. То есть взгляды его она разделяла немножко трудно, а именно вот это мучение животных её крайне беспокоило, и вот эти павловские собаки, работающие для человечества, она там не участвовала. Она жила дома, она родила ему детей с трудной судьбой. Павлов, вы понимаете, для него работа, как потом мы выясним, она никогда не заканчивалась, и даже во время смерти она у него не будет заканчиваться. Он жил этим. Ему было 63 года, когда появилась Мария Петрова, высокая, плечистая, он очень любил, потому что здоровая женщина, она была совершенно модно одетая, и при этом совершенно с крестьянским здоровым лицом и мощной походкой, язычным голосом. Она пришла для того, чтобы работать с нашим великим учёным, и она была сразу поглощена и собаками, и опытами там, и главное ходьбой тоже, потому что вместе с Павловым с того момента, как он её увидел, они, рассекая толпы прохожих, шли по тротуару вперёд быстрыми, огромными шагами, потому что высокий Павлов с длинными ногами, и эта сподвижница тоже, поэтому произошло то, что должно было произойти. Это свершилось, причём свершилось очень быстро и навсегда. Это ни в коем случае не разрушило семью. Более того, она станет большим другом всех павловских и детей, и внуков, и будет приходить в эту семью. И жена, которая, ну, она же не была совсем слепой, и она поняла неотвратимость и обязательность этой ситуации, потому что у Павлова должен был быть друг во время опытов, он должен был иметь кого-то, кто одновременно был женщиной, и разделял его главную страсть к науке, она будет разделять, она будет впоследствии даже лауреатом сталинской премии за свои работы, уже даже после смерти Павлова, но, причём, судьба у ней была же удивительная, она была разведена, притом муж её остался в истории России, мы говорим о Распутине, но сейчас забыт тот, который был, ну, в какой-то мере, ну, наверное, его лекции, его выступления собирали толпы, гигантские толпы, вы прочтёте о нём у всех современников, это был вот этот священник Петров, муж её, который будет впоследствии Растригой, потому что вот эти лекции о духовном, о важности Господа, Бога, но одновременно это была обновленческая будущая надвигавшаяся церковь, он же не признавал главное, он не признавал Христа Богом, он признавал его только величайшим человеком, величайшим пророком, самым великим, наверное, человеком в истории, человечества, но человеком, и он согласится с тем, что его лишат сана, и он будет членом той самой Государственной Царской Думы. И вот с ним она развелась, то есть у ней было удивительный, как говорят, бэкграунд жизни. И вот она и станет сподвижницей и любимой сподвижницей Павла. Впоследствии по мере того, как он старел, и она старела, у ней появится страх, что об этой жизни её с ним не узнает никто. И она как-то подняла этот вопрос, и он сказал, то, что она и хотела услышать, что это только после его смерти. И она добавит, и после моей смерти тоже. И она напишет в дневнике, там не будет каких-то сцен особых, нет, там будет всё очень правильно. Во-первых, будет рассказано, что Павел был атеист, потому что был этот главный слух, что был он верующий. Дело в том, что он справлял Пасху, более того, ходил, по-моему, в Знаменскую церковь, она так называлась, на все богослужения, и впоследствии будет его отпевание. она объяснит, что это просто воспоминание о детстве, и кроме того, у него был вызов, вызов, о котором мы сейчас будем рассказывать, это был вызов тому, что происходило за окном, преследованию церкви, расстрелом, уничтожению священников, он, как ни в чём не бывало, продолжал ходить в церковь, верил ли он, или, как она пишет, это был действительно атеист, но в легенде, массовой легенде, он остался как верующий, и когда во время споров его приводили в пример, что величайший учёный верил в Бога, кстати, мой отец знал, что Павлов был верующий, она напишет их историю, издаст свою рукопись перед смертью в библиотеку по-моему, Салтыкова-Щедрина, куда, туда, в рукописный отдел, сразу это пойдёт на самый верх, сначала к руководству города Ленина, Ленинграду, который моментально будет переслано к лове идеологии Суслову, и Суслов поймёт, что это должно лежать в очень секретном хранении, так оно будет и, по-моему, до перестройки лежать, потому что это образ замечательного семьянина Павлова, и вот эта легенда о том, что он сказал своей лаборантке, которая знала всю эту историю, что её знали все, что, а может человек любить двух женщин, ну, как физиолог, он сказал, конечно, может. Вот всё это время у него шли эти очень непростые отношения с советской властью, ему придётся пережить очень многое. Благодаря ему в СССР, ну, это была мека физиологии, к нему приезжали учёные, приезжали те, кто только начинал учиться для того, чтобы просто увидеть, поговорить, это было бесценно. И вот у нас в 35-м году в августе должен был состояться 15-й физиологический конгресс, на котором должны были съехаться благодаря тому, что во главе председательствовать будет Павлов, ну, все знаменитые, наверное, физиологи мира, да и другие учёные тоже. Он должен был происходить в 35-м году в августе в Ленинграде, а последнее заключительное заседание в Москве. И это совпало. в 34-м году, вы помните, был убит Киров. И началось. Начался этот знаменитый Кировский поток. Начались массовые аресты. Были арестованы Зиновьев и Каменев, но это ладно, а главный удар, как считал тогдашний руководитель Ягода, и был нанесён по остаткам, вот недобиткам, по оставшимся от того ещё режима людям, которые жили. ведь прошло-то всего 17 лет, они были в расцвете некоторые, и начались эти массовые аресты. И он написал письмо, написал письмо Молотову, который был в это время глава Совнаркома, Совета народных комиссаров. он ему написал большое письмо, где более искреннего письма представить было нельзя. Письмо он датировано 21 декабря 1934 года, то есть сразу в том же месяце, когда был убит Киров, и когда началась эта вакханалия. Я могу пересказать, но не хочу, потому что столько мифов вокруг Павлова, лучше я прочту его слова. Ну, с выдержками, наверное. Революция, начинает он, застала меня почти в 70 лет. А в меня засело какое-то твёрдое убеждение, что срок дельный, то есть когда человек может заниматься делом человеческой жизни, именно 70 лет, пишет он, когда ему уже 85 свершилось. И потому я смело и открыто критиковал тогда революцию. Я говорил себе, да чёрт с ними, пусть они меня расстреляют, всё равно жизнь ведь кончена, 70 лет, а я сделаю то, что требует от меня моё достоинство. На меня поэтому не действовали ни приглашения в чеку, правда, окончившись ничем, ни угрозы Призиновьеви, вздешней правды по поводу одного моего публичного выступления, можно ведь его и ушибить. Теперь дело показало, что я неверно судил о моей работоспособности, пишет он, потому что главные свершения, великие свершения же были, включая это время, и сейчас, хотя раньше часто о выезде из Отечества я подумывал, это к вопросу о том, что он никогда не хотел уезжать, и даже иногда заявлял, я решительно не могу расстаться с Родиной и прервать нынешнюю здешнюю работу, которую, считаю, очень важной, способной не только хорошо послужить репутацией русской науки, но и толкнуть вперёд человеческую мысль вообще. Но мне тяжело, по временам очень тяжело жить здесь, и это и есть причина моего письма в Совет. Но мне тяжело сейчас не от того, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а от того, что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьёзной опасностью моей Родине. Во-первых, то, что вы делаете сейчас, есть, конечно, только эксперимент, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды и как всякий эксперимент с неизвестным пока окончательным результатом. Эксперимент! Во-вторых, этот эксперимент страшно дорогой, и в этом суть дела, с уничтожением всего культурного слоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живём сейчас под неослабевающим режимом террора и насилия. И если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести сейчас целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями, это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы смягчилось, если рядом с ней привычно поставить другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантскими заводами и бесчисленными учёными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет всё моё влияние, я всего более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий, а у нас это называются республики. Как это понимать? Пусть может быть это временно, но надо помнить, что человеку, произошедшему из зверя, так легко падать и так трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают сейчас к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение эти смерти, как и тем насильственно приучаемым участвовать в этом деле, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. и с другой стороны, тем, которые сейчас превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. «Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной нынешней полосы нашей жизни, а их легион, я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди неё, этой жизни». Вы понимаете, что он пишет? что он не уезжает, а остаётся и становится частью того, что происходит. «Не один же я так думаю и чувствую, пощадите же Родину и нас!» Академик Иван Павлов, Ленинград, 21 декабря 1934 года. Примечание на копии, а это копия, резолюция товарищу Сталину сегодня Совнарком получил это новое чепуховое письмо академика Павлова Молотов. Почему он так пишет? Потому что он человек, потому что он великий учёный и потому что он непростой человек. Он знает, что там висит. А что висит? Пятнадцатый Конгресс, который должен состояться в августе следующего года и на который уже готовится приехать вся знаменитая научная общественность. А он есть главный монок и председатель будущей этого. Так что Молотов отвечает академику Павлову должен выразить вам откровенное мнение о полной неубедительности и несостоятельности высказов в вашем письме политических положений и так далее. Но можно удивляться, что вы беретесь делать категорические выводы в отношении принципиально политических вопросов, научная основа которых вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении вопросом физиологии, где ваш научный авторитет, конечно, бесспорен. Позволю себе на этом закончить свой ответ на ваше письмо. Так сокращенно я вам прочел это. Председатель СНК СССР Молотов, копии вашего письма и моего ответа посланы президенту Академии наук Карпинскому. Ну, правильно, Академия у нас же всегда была содобрям всем решением нашей партии. Вы, надеюсь, еще помните, что главой Академии у нас одно время был Академик Вавилов президентом Академии, в то время, как его родной брат знаменитейший главный великий ученый Вавилов умрет от голода в тюрьме. Павлов Молотову уже в марте, 12 марта 35-го года Конгресс все ближе и ближе, а арестов все больше и больше. уже Иосиф Виссарионов открыл глаза непонимающему ленинградскому НКВД. Ищите убийц Кирова среди зиновьевцев, а не в этом только потоке, потому что Кировский поток, как образно назвал его народ, он будет продолжать усиливаться и все ближе и ближе время беспощадного террора. А он пишет «Многоуважаемый Вячеслав Михайлович, простите за надоедливость, но не имею силы молчать. Сейчас около меня происходит что-то страшно несправедливое и невероятно жестокое. Ручаюсь моею головою, которая хоть чего-нибудь достоит, что масса, людей честных, полезно работающих, сколько позволяют их силы, часто минимальные, вполне эти люди примирились с всевозможными лишениями, без малейшего, кстати, основания. Да, да, я это утверждаю, и вот они караются беспощадно, невзирая ни на что, как явные опасные враги. правительства теперешнего государственного строя и родины, как понять это, почему караются, за что? В такой обстановке опускаются руки, почти нельзя работать, впадаешь в неодолимый стыд, а я и при этом благоденствую. спасибо за поддержку колотушской работы, это ему выдали очередные субсидии для работы во всех этих лабораториях его. преданный вам Иван Павлов, Молотов Павлову. По поводу вашего письма должен сообщить вам следующее, в Ленинграде действительно предприняты специальные меры против злостных антисоветских элементов, что связано с особым приграничном положении этого города и что правительству приходится особо учитывать в теперешней сложной международной обстановке. Разумеется, возможно при этом отдельные ошибки, которые должны быть выправлены, но заверяю вас в том, что имеются достаточные данные о незаконных и прямо предательских по отношению к родине связи за границей определенных лиц, по отношению к которым и их пособникам и применены репрессии. При первом случае, когда мне представится возможность лично с вами поговорить, сообщу вам некоторые соответствующие подробности, уважающие вас Молотов. То есть он сообщит ему всё, в чём признались после всех этих пыток и избиениях эти несчастные. Он ему покажет их подписи личные под признанием. Но не тут-то было. Многоуважаемый Вячеслав Михайлович, большое спасибо за ваше разъясняющее положение письмо. Позвольте тогда просить вас исправить одну несомненную же ошибку. был арестован и теперь получил приказ оставить Ленинград Сергей Александрович Миклашевский, бывший после революции член коллегии правозаступников, а теперь юрисконцель в советских учреждениях, месяц его женой Верой Михайловной, домашней хозяйкой, его сыном Николаем Сергеевичем, служащим бухгалтером жительства Ленинград, Загородный проспект, 45, квартира села. Это семья жены моего сына. Которую я знаю давно так же точно как свою и могу ручаться за нее как за свою, что в них предателей Родины нет и никогда не будет, и все-таки эта теперешняя операция такова, что мы ему уже достаточно усталому сердцу не в могото, преданный вам Павлов. Свершилось все оставлены. Но он продолжает. Угожаевый Вячеслав Михайлович, очень признателен вам за отмену Миклашевских, но простите, что должен еще раз просить вас на том же основании, так как и в этом случае явная ошибка. Это инженеры путей сообщения Всеволод и Владимир Никольский, исчез преподавателей и там список, которые он дает им кого выпускать. Следующее письмо. Многоуважаю, Вячеслав Михайлович, позвольте мне обратиться к вам уже с несколькими ходатайствами. Прежде нельзя не обратить внимание на положение родной и особенно любимой, я это знаю документально, племянницы Ивана Михайловича Сеченова, которого мы будем, кстати, честовать при случае нашего международного конгресса, напоминает он его. Это старуха 77 лет, Мария Александровна Лепницкая, вдова генерала и так далее. И после вдовы Сеченова снова список, который он спешит довести и про инженера-электрика Григорий Ивановича Меншикова из Воронежа и Петра Михайловича Елагина уже из Саратова, он всех знает, что они ни в чем невинны, и там примечание. Это письмо Ягоды, что все отпущены, что все в порядке. Но дело продолжается. Позвольте еще раз обратиться к вам с просьбой об освобождении от наказания и о возвращении в родной Ленинград очень немногих из большой группы без вины виноватых, из большой группы без вины виноватых. Немногих, потому что я знаю их всех давно, даже очень давно и хорошо знаю, и список вместе с этой большой просьбой, большой список, не могу умолчать и о другой теперешней несправедливости, постоянно угнетающей мое настроение. Почему мое сословие духовное, как оно называлось раньше, из которого я вышел, считается особенно преступным? Мало того, что сами служители церкви подвергаются незаслуженным наказаниям, их дети лишены общих прав, например, не допускаются высшие учебные заведения. Прежнее духовное сословие одно из здоровых и сильных. Разве оно мало работало на общую культуру Родины? Разве наши первые учителя жизненной правды и прогресса Белинский Добролюбов Чернышевский и другие не были из духовного сословия? Разве наше врачебное сословие до революции не состояло на 50% из бывших лиц духовного сословия? А разве мало их в области чистой науки и так далее? Почему же они причислены к какому-то эксплуататорскому классу? Я свободный мыслитель и рационалист никогда не был никаким эксплуататором и будучи продуктом вот этой духовной первоначальной среды я вспоминаю мою раннюю жизнь то есть семинарию с чувством благодарности за уроки детской жизни и за моё школьное образование и что же отвечает глава нашего правительства а что он может сейчас же уже совсем приблизился конгресс он уже рядом уже 35-й год об ограничении в отношении лиц духовенства на это могу вам ответить одну теперь действительно в этих ограничениях нет никакого смысла кроме отрицательного они нужны были в очень своё время а теперь подлежат безусловной отмене что же касается Белинского Добролюбова Чернышевского то независимо от того из какого сословия вышли эти великие люди страны никто так высоко и полно не ценил их в качестве движущей силы исторического прогресса как мы большевики все это будет и дальше продолжаться вплоть до конгресса а на конгрессе он будет выступать и расскажет о том что он счастлив что у него есть правительство которое исповедует ни пяди чужой земли мы не хотим и что он рад что это правительство затеяло эксперимент великий эксперимент и трудный эксперимент и что оно так заботится об ученых что просто ученые должны своими открытиями засвидетельствовать что оно не даром о них заботится вкладывая такие средства он выполнит все что должен для того чтобы иметь право дальше их просить но правительство в это время было занято совсем другими вот 8 по 15 там августа этот конгресс состоялся и вот на нем он произносил эту речь во время правительственного приема и там на конгрессе и они уже разъехались увидев все программа была изумительная им показывали действительно сокровища культуры и все все было и они все разъехались довольные а там впереди был первый открытый процесс Каменева и Зиновьева и наступающее истребление поголовное ленинской партии и массовый террор и этот человек который при еще в самом начале еще времена почти не они уже серьезные кровавые но по сравнению с тем что будет вегетарианский хотя Анна Андреевна Ахматова который принадлежит этот термин относила это ко времени Брежнева но если сравнивать то тоже и этот человек там был очень опасен очень в это время стал опасен еще один человек тоже великий великий писатель Максим Горький дело в том что он возмущаться начал он был глава и придумал издательство Академия а его заместитель образованнейший человек был кто Каменев который сейчас вместе с Зиновьевым сидел в тюрьме и Горький потребовал его освободить но его называли Ромэн Ролан назвал образно старый медведь с кольцом в ноздре так вводили шутовских медведей по рынку не ответили ему на требования так и тогда он попросился на лечение в Соренто а ему ответили что это является нецелесообразным так что еще раз дернули за кольцо в ноздре а он опять не понял и уже Егода доложит наверх вся переписка идет сначала в одно место а потом уже по адресу что он Горький написал письмо в Париж и позвал срочно приехать поэта Илюара знаменитого поэта и коммуниста женатого на знаменитой писательнице Эльза Триоле Эльза Триоле родная сестра Лили Брик и наша с вами в общем-то соотечественница ставшая знаменитой французской писательницей и они срочно приедут но Егода который уже знал что Горький вовремя заболел вовремя очень и что болезнь знал видимо долго не продлиться предложил им поехать сначала в Ленинград для того чтобы насладиться культурной программой и когда они приехали уже практически началась агония и Горький умрет впоследствии будет процесс где обвинят Ягоду в смерти Горького думаю что в этот раз та немногая правда была открыта Ягода действительно организовывал отход великого писателя ставшего неудобным наверх но про заказчика Ягода ничего нам не расскажет что же касается нашего главного спортсмена этого действительно он же это был показатель радости жизни и это здоровье действительно брызги этого здоровья когда его видели то он простудится простудится сразу в феврале как только начнется следующий 36 год когда уже Конгресс состоялся все было хорошо и вопрос почему человек 86 лет вдруг начнет умирать но он ни у кого не вызывал у трудящихся хоть какого-то изумления он вызывал изумление только у тех кто хорошо знал этого мощного человека оказалось простудился в легком пальто но он же всегда носил легкие пальто он же быстро ходил и он начнет умирать во время когда смерть приближалась он следил за тем как реагирует самое главное то чем он занимался всю жизнь человеческий мозг и попросил невропатолога быть рядом и успел задать ему даже какие-то говорят вопросы так что когда он умрет и будет это то ли шутка на чей-то звонок или вопрос был ответ академик занят он умирает а и и и и и Продолжение следует...